11 часов в украинской столице мы продолжаем информационный день новости на ее тиви в студии работает артем бибик на донбассе снова потеря сегодня в результате вражеского обстрела погиб украинский военный об этом сообщает пресс-центр объединенных сил с полуночи российские наемники дважды открывали огонь по украинским позициям стреляли по новотошковскому луганской области и водяному донецкой этот поселок оккупанты обстреливали в течение 40 минут использовали минометы и ствольную артиллерию за минувшие сутки режим тишины боевики нарушили 15 раз в частности минометы развернули на зайцево и новолуганское донецкой области нормандский формат топ дипломаты стран участников обсудят подготовку к встрече глав государств дипломатические советники лидеров украины германии франции россии соберутся в берлине сообщили в офисе президента в столицу германии отправился новый министр иностранных дел украины вадим пристайка на скорейшем созыве саммита настаивает владимир зеленский также он предлагает расширить нормандский формат включив туда лидеров сша и британии официального ответа пока нет ранее о возможном проведении саммита в сентябре говорил французский лидер эммануэль макрона один человек погиб в результате урагана дориан который обрушился на багамские острова семилетний мальчик утонул когда его семья пыталась перебраться в другой дом ураган дориан достиг наивысшей пятой категории в джорджии южной и северной каролине флориде массовые эвакуации жителей прибрежных районов это больше миллиона человек дориан продвигается в западном направлении а скорость ветра внутри урагана составляет 260 километров в час ожидается что ураган достигнет побережье флориды вечером в понедельник или в ночь на вторник девять человек погибли в результате крушения санитарного самолета на филиппинах он должен был доставить пациента в больницу в столицу манила на борту кроме больного были его жена два пилота и медперсонал все погибли как сообщили в управлении гражданской авиации самолет пропал с радара вскоре после взлета упал в 60 километрах от столицы и взорвался причины крушения выясняют работу метрополитая на заблокировали демонстранты в гонконге это уже привело к очередным стычкам с правоохранителями протестующие против усиления контроля пекина над гонконгом призвали к проведению новой всеобщей забастовки а демонстранты которые учатся в университетах объявили двухнедельный бойкот городским вузом массовые демонстрации в гонконге не утихают уже три месяца первоначально демонстранты критиковали законопроект о выдаче предполагаемых правонарушителей властям китая затем начали требовать демократических реформ отставки главы администрации гонконга кэрри лам а также независимого расследования случаев полицейского насилия на демонстрациях скорость экстремальные маневры и тысячи зрителей в стамбуле впервые проходит чемпионат мира по дрифту участники приехали из 18 стран в жюри украинский чемпион как проходили соревнования и кто стал победителем знают корреспонденты ю и тиви за несколько минут до старта подкручивает колеса проверяют масло и состояние машин новичков среди гонщиков нет но даже опытные участники заметно волнуются представитель грузии на вопрос готов ли к соревнованиям отшучивается не не правда не очень никак вообще прямо из грузии приехали вот сюрприз финал чемпионата мира по дрифту в стамбуле проводят впервые это не соревнования на скорость каждый пилот на трассе один во время заезда должен показать мастерство управления машиной баллы дают за экстремальные повороты маневры на преградах и даже дым от мотора за мастерством гонщиков наблюдает десять тысяч человек в этом году за победу сражается 18 участников среди них одна девушка я считаю что в данном виде спорта не должно быть делений по половому признаку можно достичь любых целей если усердно работать конечно как женщина я сталкивалась с определенными трудностями но благодаря работе над собой многое уже преодолела в жюри популярные гонщики победители международных соревнований среди них александр гринчук трехкратный чемпион украины по дрифту говорит в планах популяризировать такой вид соревнований на родине не совсем это обычный дрифт которому привыкли как в украине так и вот в европе это больше культура которая зародилась на ближнем востоке что это больше шоу потому что вот дрифты парный дрифт это соревнования жесткие соревнования где каждый сосредоточен на результате здесь же большинство участников получают удовольствие в этом году первым к финишу пришел иорданец анас алхэло набрал 381 балл 400 возможных второе и третье место поделили между собой участники турции и грузии джафер умеров и дьек атаман стамбул юэй тиви вуз в эвакуации национальный университет донецка пятый год работает винница ежегодно сюда приезжают студенты из оккупированных территорий переселенцы поступают по упрощенной программе и получают социальную стипендию как живется молодежи и о чем вспоминают вдали от дома в репортаже наших корреспондентов четвертый год в венеции торжественно проводят посвящение в студенты донецкого национального университета пять лет назад его экстренно эвакуировали из столицы донбасса в этом году учреждение примет полторы тысячи первокурсников вуз переселенец уже в виннице выпустил около семи тысяч специалистов первые годы основной частью студентов были переселенцы сегодня из донецкой и луганской областей лишь каждый десятый студент сократился поток абитуриентов из-за отдаленности и отсутствия жилья у вуза нет своих общежитий поэтому последние два года в донецкий университет чаще приходят абитуриенты из венецкой области и ближайших регионов я выбрал факультет международных отношений потому что он перспективней затем будет много возможностей 16 областей украины прислали к нам своих представителей из оккупированных территорий 15 наших родненьких с временно оккупированных территорий лекции первокурсникам будут читать в помещении бывшего ювелирного завода кристалл раньше тут чеканили алмазы а сегодня грызут гранит науки ректор показывает университетский флаг который удалось перевести из донецка в винницу 70 процентов профессорско-преподавательского состава сегодня с нами и продолжают работать здесь в виннице о том что остаться в виннице придется надолго никто и подумать не мог мы ожидали что вот-вот закончится война мы вернемся поэтому это был этап ожидания мы работали безусловно нужно было выпускать да учить наших студентов которые переехали вместе с нами несмотря на сложности университет планирует развитие уже до 2025 года составили стратегический план в первую очередь строить общежития которых так не хватает участвовать в реализации готов бывший студент алексей он успешно работает в университетской пресс-службе жалеет лишь об одном слишком редко видит родителей алёма привет как дела у тебя о родных краях алексею его коллегам и студентам которые переехали из донбасса всегда напоминает фотоколлаж главных улиц донецка арина кантонистова виталий деми цвинница юэй тиви встреча победителя в одесском аэропорту фанаты встретили аплодисментами боксера василия ломаченко который вернулся домой из лондона с новым поясом житель небольшого города белгороднестровский одесской области защитил боксерский титул wbc сохранив за собой также титул wba и wbo в легком весе в решающем бою с британцем люком кемпбеллом ломаченко нанес хозяину ринга свыше двухсот результативных ударов после боя соперника украинцы госпитализировали до звания абсолютного чемпиона мира ломаченко остался всего лишь один титул и он пообещал что будет за него бороться целом поединок прошел в принципе за по плану и сделали все что должны были сделать завоевали пояс фактически без потерь для здоровья в одесском аэропорту поклонники окружили боксера несмотря на то что ломаченко прилетел в два часа ночи встретить его пришли десятки фанатов многие для того чтобы поприветствовать чемпиона специально приехали из других городов украины он один из лучших спортсменов в украине на данный момент так как кличко потихоньку отходят на задний план а он молодой перспективный и дальше он будет становиться только сильнее ломаченко остается самым титулованным бойцом в истории украины и уже в следующем бою может стать абсолютным чемпионом мира в легком весе это и другая актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях а также на сайте телеканала и уэй тиви точка юэй следующий выпуск новостей на русском языке ровно в 13 часов по киеву спасибо что доверяете я и тиви а а а а Субтитры создавал DimaTorzok